Виктория живет в Орле на улице Ливенская, детсад, в который ходит ее трехлетний сын на Гагарина. Добраться туда можно только на 25 маршрутке, если повезет. Это ужас. Я 25 минут стояла. Здесь было человек 15, не меньше. И каждый день так? Практически, да. Очень часто бывает, что вот такие большие интервалы и больше ничего не ходит. В выходные и в часы пик, хоть пешком. Некоторые так и делают. Найти себе хоть немного места в подошедшем автобусе получается не всегда и не у всех. Маршрутки у нас, наверное, резиновые. Как мы все сегодня поместились, это просто удивительно. Проблемы с транспортом на Ливенской 5 августа хронические. Местные жители хотят видеть на своих остановках вместительные городские автобусы. Особенно сейчас в период сложной эпидемиологической ситуации, когда соблюдение социальной дистанции обязательно. Но кроме 25 маршрутки у них ничего нет. Та же ситуация и на Новой Ботанике. Этот район Орла обслуживает только один маршрут. Раньше был 39-й, но сейчас его уже нет. Более-менее в последнее время. А до этого по 40 минут, я говорю, ждешь. Переполненные автобусы очень редко они приезжают. Много людей скапливается. Исчезновение 39-го маршрута в мэрии объясняют его непопулярностью. До Нового года Новый Ботаник обслужил 21-й, 39-й маршрут. 39-й маршрут практически не пользовался спросом. Иногда в часы пик, утром и вечером там наполнялось по одному автобусу. Дальше он ездил пустой. То есть, а маршрут должен быть при наличии устойчивого пассажиропотока. Уехать из Лужков вечером и в выходные тоже задача не из тривиальных. Мест в маршрутках на всех не хватает, потому что ходят они туда нечасто. Говорят те, кто ждет на остановках. Особенно в выходные дни. Суббота, воскресенье невозможно. Ни утром рано отсюда уехать. Ни вечером в любой остановке сюда. А вот те, кто забирает людей с остановок, заверяют в обратном. Вечером я в Лужке 20-30 буду. Отсюда уеду в 20-30 вечера. 21.05 я часовом буду на веселом. И этим у меня заканчивается. То есть на вас наговаривают зря пассажиры? Ну я не знаю, но я ездию, а они как попадают. У нас каждые 4 минуты интервал. По времени ходят. То есть здесь проблем нет, по вашему мнению? Мое мнение, проблем нет. Список проблемных маршрутов можно перечислять долго. И понятно, что дело тут не только и не столько в том, что водители работают неохотно, а скорее в политике самих перевозчиков и еще в желании ответственных лиц наводить порядок. Перевозчикам указано на то, чтобы они соблюдали графики. К сожалению, на этих названных маршрутах, но и есть еще некоторые другие. Сейчас есть нехватка количества автобусов, соответственно, с тем, которое утверждено по реестру, есть в контрактах и, соответственно, по расписанию. Интервалы между автобусами увеличиваются, поэтому возникает некоторая перенаполняемость автобусов. Жаловаться на перебои в работе транспорта орловчане все чаще в последнее время стали губернатору. Андрей Клычков в очередной раз напомнил, такие систематические нарушения грозят перевозчикам разрывом контрактов. С тремя компаниями расторгнуть контракт в мэрии хотят уже в ближайшее время. Наталья Пексерева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.